Пока рынок не развит, есть большое пространство для роста. А если есть большое пространство для роста, это требует больших инвестиций. Тут есть два параметра. Рост equity, то есть рост акционерной стоимости, и рост прибыльности. Мы можем в любой момент времени прекратить рост акционерной стоимости, то есть прекратить инвестировать, и все наши компании без исключения будут работать с хорошей рентабельностью. У нас маржинальность у всех за 30-40% и выше. Но пока рынок не насыщен услугами, и можно занять большую долю рынка, конечно же, все будут биться за то, чтобы инвестировать, жертвовать временной доходностью. Если посмотреть на различные рынки, это может продолжаться 10 лет. В нашем случае, я думаю, что некоторые рынки уже достаточно зрелые, они значительно быстрее выйдут в пресыщение инвестиционной активности. Можете назвать какие? Еком, скорее всего, я думаю, еще 5 лет – это достаточно серьезные инвестиции. Через 5 лет, я думаю, что он станет самодостаточным уже. Ну, плюс-минус горизонт такой. Рынок интертеймента еще быстрее может выйти в окупаемость. Рынок образования. Мы ожидаем хорошей доходности, но пока период инвестиций. Я думаю, ну, 3 года, может быть, так, 4 года максимум. Ну, по каждому из рынков у нас есть горизонт, такое планирование. И, на самом деле, когда у тебя компания растет в 11 раз за год, то есть 1100% роста, ну, грех ее не растили. Мы зарабатываем огромные деньги на увеличение акционерной стоимости. Мы никогда не получим такой доходности в банковском секторе. В этом смысле сейчас уникальная ситуация на рынке, когда ты можешь быстро нарастить свою долю рынка, увеличить стоимость компании, ну, а потом уже вывести ее в прибыльное функционирование.